Всем привет! Сегодня я вам поснимаю заказ Эйвен. Почему я заказываю Эйвен? Я не зарабатываю больших денег на нём. Хотя на нём можно заработать. Если у кого нет денег, если кто-то не может найти работу, я считаю, что на Эйвене можно на хлеб, а то и даже с маслом, можно заработать. Но я пока этим не занимаюсь. Я заказываю чисто для себя, для соседей, для друзей, которые близко, сама я никого не ищу. Но даже на этом, на двух-трёх человеках, уже какой-то минимальный заработок и то есть. Но больше я заказываю, конечно, для себя. Я как представитель. Если вы будете заказывать в Эйвене, я тоже вам советую стать представителями, потому что там очень большие скидки будут. Вы будете не по каталогу получать заказ, а будут большие скидки. Так что, если даже вы для себя будете заказывать, то лучше стать представителем. И всё. Если уже, конечно, вы будете серьёзно работать туда, то тогда становитесь координатором. Вам даже по паспорту оформляют. Тогда да, там уже надо будет искать клиентов. Там уже всё серьёзно. А хотя бы для себя, если для соседей, или так получать небольшую зарплату, ну не зарплату, а вот как бы процент от заказа, лучше стать представителем. В этот раз у меня небольшая посылочка по 12-му каталогу. Сейчас подробненько рассмотрим её. В каждом заказе присылают всякие брошюрки, каталоги. Вот мне прислали два 13-го каталога и 14-й каталог один. Уже брошюрки, акции всякие. Вот это акции «Фокус», это акции для представителей. Всякие скидки какие есть для представителей, новиночки всякие разные для представителей. Так что советую стать представителем, если хотите что-то заказать. Ещё мне в подарочек прислали вот такой пробник. Это пробник новинки вот таких вот духов. Тут три разных аромата. Мне вот такой вот прислали аромат. Сейчас я его попробую, понюхаю, и вам скажу своё мнение. Укажу, конечно, разные вкусы и разное мнение. Хотя на эти духи, туалетную воду, есть пробнички вот такие вот, можно понюхать в каталоге. Но я вам сразу говорю, они почти никогда не совпадают с оригиналом. Вот лучше вот тут даже не равняться. Лучше заказывать всегда пробники, заказывать и нюхать. Потому что тут совсем вообще разные запахи всегда бывают. Никогда на них не ориентируйтесь. Сейчас я понюхала. Мне попался жасмин. Жасмин и тубероза какая-то. Я не знаю, что такое за тубероза, но жасмин прям тут очень-очень пахнет. Так что кто любит запахи жасмина, вот есть чай с жасмином или вообще жасмином, кто знает. Цветочный такой запах, несладкий цветочный запах, вкусный, ну, приятный. Жасмина. Нежность белого жасмина и чувствительность тубероза. Ну, вот это я не чувствую, я даже и запах не знаю какой. Это совершенно букет чувств, незабываемый, словно день нашей свадьбы. Эти ноты возвращают меня в самые счастливые минуты жизни. Ну, советую тому, кто любит запах жасмина, это прям копия его. Еще мне прислали вот такой подарочек за то, что я на определенную сумму набрала товар, как представителю. Так что там очень хорошие еще и подарки и скидки. Мне должны были в предыдущем прислать заказе, но так как его не было в наличии, мне положили в этом заказе. Запах – это белая орхидея и сандаловое дерево. Это сладкий, сладкий, даже приторно-сладкий запах. Но когда он немножко выветривается, он приятно пахнет. Много его не надо брызгать, потому что будет уж чересчур. А так приятный очень запах. Цена его в каталоге где-то 350 рублей. Еще мне в каталоге понравился вот такой аромат, аттракцион, женский. Я тут потерла страницу и запах мне понравился. Но никогда не ориентируйтесь на эти запахи. Сюда берите пробники. Запах и тут, и тут вкусный, но они совершенно разные. Запах сладкий, сладковатый, но не приторный. Приятный такой запах. Вот тут ежевика магнетический, мускус и амбра. Мне понравился этот запах. Еще я хочу какие-нибудь яркие помады себе подобрать. Но так же, как и духи, туалетную воду, никогда не верьте вот этим картинкам. Тоже, ну не совпадают они вообще. Всегда берите пробники. Я взяла два пробника. Вот одним я уже сейчас попользовалась. Сейчас покажу. Один латте. Я вообще ищу темно-коричневую помаду. Вот хочу темно-коричневую помаду. Ну, какие бы я ни брала, вот прям темные помады, на вид кажется, они вот прям какие-то нюдовые. Сейчас я покажу на себе ее. И еще я взяла красная, кремовая фуксия. Вот такую помаду. Сейчас я тоже, это я еще не попробовала. Сейчас попробую, вам покажу, как она в реале. Ну вот, похоже это на темную-коричневую помаду? Нет. Это сравнить даже, да? Вот она, латте. Для темной вообще другие разницы. Это помада ультра, цвет латте. Запомните, что это не темно-коричневая помада. Ну и вторая помада. Вот она верхняя. Совпадает? Совершенно нет. Тут она более фиолетовая, вот как видите, кремовая фуксия. А тут она у меня на губах просто розовая, ярко-розовая. У меня розовые цвета вообще не идут. Никогда не пользуюсь розовыми помадами. Ни светлыми, ни темными. Вообще не пользуюсь. Так что всегда лучше потратить 20 рублей на пробник, чем купить там за 300 рублей помаду. Или тем более за 1000 рублей туалетную воду. Не верьте каталогам. Так что эти помады две мне не понравились. Средства для интимной гигиены. Цена по каталогу была 159 рублей. Но повторяю, как представитель, у меня там скидки были. Что я могу про них сказать? Я брала только немножко другую. Там большой выбор разных каталогов. В этот раз взяла с экстрактом ромашки. Ромашки. Деликатная. Брала другую. Ну, средство как средство. Не могу ничего хорошего, плохого пользоваться и пользоваться. Пользуемся мы троём. У нас три девочки. Все пользуемся этим средством. В группе многие говорят, что они жидкие, как водичка. Раньше были как гель. Теперь как вода жидкие. Ну, не знаю. У меня что-то было, что вот это с ромашкой. Сейчас посмотрела. Она как гелеобразная, как мыло. Нормальная консистенция. Так что советую. Хорошее средство. Ещё взяла детский шампунь. 139 рублей. Валера, конечно, у нас уже не совсем ребёнок. 10 лет. Она уже и взрослыми шампунями, и детскими. Когда какими пользуется. Ну, взяла ей побаловаться. Правда, 250 мл. В ней волосы длинные. Быстро у неё заканчиваются. Ну, пахнет вкусно. Яблочное веселье. Прям яблочком пахнет. Без слёз. Но то, что глаза не щипят, ей нравится. Хороший шампунь для детей. Ещё закончились у нас все гели для душа. Вот решила попробовать такой. Мёд и гордения. Крем-гель для душа с отдаловым маслом. Подкупила мне то, что тут написано, что оно с маслами. С маслами я ещё не пробовала выводи крема для душа. Цена 99 рублей. Ну, пахнет так приятно. Я не скажу, что прям мёдом или ещё чем-то. Даже не знаю, что за запах. Ну, так приятненько, ненавязчиво. Ещё Лере взяла вот такой лосьон-спрей для рук. Чистота и защита рук 99%. Это я ей взяла в школу брызгаться. Я ей покупала салфетки. Ну, что-то салфетки у неё так быстро уходят. А я тут побрызгалась и всё. Думала, правда, он будет поприятнее пахнуть. Но нет, так же пахнет спиртом. Он стоит 149 рублей. Ещё купила вот такое средство для ногтей. Называется 24 карата золота. Укрепляющее средство для ногтей. Блеск и укрепление. Выравнивает поверхность ногтя. Купила себе мазаться и Лере. Лере в школу. Она любитель помазаться лаками. Ну, чтобы было не ярко. Вот такой просто блеск для ногтей. И себе тоже. Я тоже не любитель лаков. Гель-лаки. Я вообще не выдерживаю сидеть по 2 часа, чтобы их красили. А вот такой. Обычно лаки, они быстро стираются 1-2 дня. А вот такие вот намазал. И аккуратненькие ногти блестящие. Красивые, укреплённые. И в то же время не надо каждый раз их намазывать, красить. И вообще вот так вот блестят. Вот сравните. Такой и вот такой. Стоил он 159 рублей. Мне понравился. Ещё вот в нём такие вот мелкие-мелкие блестящие. Вот на ногте не очень заметно. Но если тут без камеры видно, если приглядеться. Вот эти блёсточки. Мелкие-мелкие. Красивенькие блёсточки. Ещё два товара у меня заказали. Вот этот тональный крем за 269 рублей. Но я не пробовала, ничём не могу сказать. Открывать я тоже не буду. И вот такую туалетную воду. Лук за 699 рублей. Там хорошая большая скидка на неё была. Я её открывать, конечно, не буду. Это не моё. Но мы такое уже заказывали. Как бы маленький вариант 10 мл. Они очень сладкие. Тоже приторно сладкие. Кто любит очень запах ванили, вот вам подойдёт. Прямо очень-очень сладкие. Тоже. Ну, если когда развеивается, когда вот так уже проходит, вот это начальное, конечно, они уже более приятнее пахнут. Когда сильно набрызгаешься, они уже такой сильно-сильно ванильный запах получаются. Ещё я взяла первый раз из Эйвана колготки. В группе девочки очень хвалят эти колготки. Но я вообще колготки ношу очень-очень редко. Прямо очень. Просто сейчас мы идём на свадьбу, нам нужны были колготки для платья. Так они стоят 300 рублей без скидки. Но если библа акция, если взять три пары, 549 рублей за три пары. Я взяла три пары, две леры, двоечку. Она то, что в школу иногда одевает. Вот у неё. Она чаще носит, чем я. Вот у неё двоечка, такие бежевые. И одни себе троечку, так и уже взяла. Ну, девочки в группе хвалят. Ну, рвутся, я думаю, они все будут рваться. Ну, такие плотненькие. Это 40 ден. Есть ещё 20 ден. Нормальные колготки. Так вот. И последняя моя покупочка была. Это вот такой рюкзак. Это новинка. Рюкзак Магнолия. Вместительный написан рюкзак. С ярким принтом в стиле... Там, кайком-то. Тут стоит 799. Но мне, как представитель, он вышел что-то 670, чем-то. Это 679, по-моему, со всеми скидками. Сейчас я вам его покажу. Мне вообще этот рюкзак нужен для того, чтобы ходить куда-то, например, в парке. Мы потому что всегда берём... У нас есть рюкзак, но он маленького размера. Наверное, в половину меньше. Мы положим туда бутылку воды, бутерброда. И всё, и даже кошелёк уже туда не влазит. Нам нужно так, чтобы и большая бутылка воды влезла. Сюда влезет спокойно. И контейнеры с бутербродами, и ещё кофточка вдруг замёрзнет, и кошелёк мой большой. Всё сюда теперь влезет. Ну, мне всегда сумки, вот сколько я покупала, рюкзаки, мне всегда качество нравится в Вейвене. Конечно, не суперидеально, но на свою цену оно качественно. 600 рублей, 700. Я на рынке куплю какой-нибудь некачественный рюкзак, который порвётся у меня после первого же раза применения. Здесь мне всегда нравится. Конечно, не так, какие там за 5 тысяч можно купить, но очень даже неплохо. Сейчас покажу внутри. Ну вот, если вам видно, внутри он широкий, во-первых, большой, вместительный. Тут какая-то такая прирезиненная прокладка, ну, ничего не протечёт, не промокнет, там и седозик будет идти, мне кажется. Ну, и вот этот ещё кармашек. Этот кармашек открывается прям полностью. И удобный вообще рюкзак. Мне понравился, я бы посоветовала, если сравнить вот с каталогом вот такого размера. Вот все мои покупочки, которые я вам показала. Как представителю, со всеми скидками, со всеми акциями, со всем, что я заплатила, мне вышло на 2900 рублей. Всё, это была последняя моя покупка, так что всем, кто хочет заказать в Эйвене, советую зарегистрироваться и стать представителем, даже для себя, если вы будете заказывать. Зачем вам переплачивать? У меня есть ссылка под видео, вы можете по ней зарегистрироваться. Если вы зарегистрировались по моей ссылке, я получу какой-нибудь подарочек, там духи какие-то или ещё что-нибудь мне подарит Эйвен, а вы получите хорошую скидку. Так что, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!